Масштабная акция против оскорбления чувств верующих в поддержку толерантности прошла сегодня в Грозном. Более 800 тысяч человек прошли через весь город к мечети сердца Чечни. Среди участников были люди разных возрастов и разных религиозных конфессий. Муслим Басханов продолжит тему. К этому шествию люди готовились заранее. Многие эту ночь провели у родных и близких, и даже в центральной мечети, чтобы не пропустить и попасть в первые ряды. Тысячи людей, студенты, учителя, врачи, чиновники, многие приехали из отдаленных сел. Муж сказал, что собирается сюда, предложил мне, я тоже согласилась. А потом и дети присоединились, сестры. Все дела домашние бросили и приехали. Обазарь, Николай! Мы любим тебя! Мы любим тебя! Лозунги, баннеры о любви и уважении к пророку. Эти же слова на сотнях воздушных шаров, которые запускают в небо, в руках почти каждого, таблички, на которых на разных языках имя Мухаммад, что явно перекликается с известным «Я Шарли». Поводом этой манифестации стала публикация в европейских изданиях «Карикатурно пророка». К нам, к отношению мусульман проводится в данный момент сильнейший террор. У нас есть поговорка такая, рану, которую сделали мечом, она заживает. Рана, сделанная словом, она не заживает. Сегодняшним митингом люди хотели поддержать свободу вероисповедания, заявить о недопустимости, оскорблении и дискриминации по религиозному признаку. Это протест против тех, кто пытается оскорбить религиозные чувства всех мусульман мира. Это протест против тех, кто сознательно разжигает всемирный пожар религиозной и межнациональной вражды. Мы с вами видим, что европейские журналисты и политики под форичевыми лозунгами о свободе слова и демократе провести свободу хамства без культуры оскорбили религиозных чувств сотен миллион ведущих. Вместе с тем, подчеркивают, верующие не должны поддаваться на провокации. Насилие не метод – один из лозунгов. Мы не одобряем. Мусульмане не одобряют убийства, связанные с чем-то талибом. Поддержать шествие приехали и православные священники, главным образом из соседних регионов. Мы все прекрасно понимаем чувство верующих людей, ибо чувство верующего человека – это святая святых, которую мы должны беречь. Люди идут сразу с нескольких направлений. Конечная точка, где встретятся колонны – центральная площадь Грозного. Но людей так много, и они еще продолжают пребывать, что места на площади хватает не всем. Эта манифестация по масштабам, пожалуй, побила все рекорды в республике. По данным МВД, в ней приняли участие более 800 тысяч человек. Здесь было много тех, кто приехал из других регионов. Не только площадь, но и все прилегающие улицы забиты до отказа. Центр города для движения транспорта был закрыт еще накануне. Безопасность обеспечивали тысячи полицейских. Эту акцию после событий в Париже анонсировали всю предыдущую неделю – в мечетях, местных СМИ и соцсетях. Результат превзошел ожидания. Почему европейские государства, лидеры этих государств, не выходили трехмиллионным маршем, когда убивали наших журналистов в Донбассе? Почему европейские лидеры не выходят маршем, когда убивают мирных жителей в Одессе? Там заживо были сожжены более 50 человек. В понедельник у мусульман принято отказываться от приема пищи в дневное время суток. Впрочем, тем, кто не постился, предлагали булочки и пирожки. Митинг завершился намазом. В центральной мечети, рассчитанной на 10 тысяч человек, мест не хватило и для малой доли собравшихся. Поэтому многие пришли со своими ковриками для молитвы. И это, пожалуй, второй рекорд за день. Столько молящихся в одном месте в Грозном не бывает даже по мусульманским праздникам.